МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 марта 2014 года на одной из станций московского метро от сердечного приступа умер пожилой мужчина. И никто в тот момент не мог представить, какое влияние он имел в 90-е годы. Это человек с неоргинальными возможностями психи. Вот что писали в газетах в 97-м году. Рогозин визирует гороскопы, регулярно представляемые должностным лицам страны. Он общается с космосом на бюджетно-финансовые темы, создает вокруг президента благоприятное энергетическое поле, устанавливает кровать Бориса Николаевича по направлению север-юг. Генерал-майора Георгия Рогозина называли кремлевским Нострадамусом. Он имел огромное влияние на все действия российской власти. Был у нас условно такой планшет президента. На этот планшет президента выводились все угрозы в адрес новой России. В 93-м в стране шли болезненные реформы. Президента просто рвали зубами депутаты Верховного Совета. А вице-президент утверждал, что нарыл 11 чемоданов компромата на самых высоких лиц страны. Два сотрудника спецслужб, Георгий Рогозин и Борис Ратников, решили заглянуть в ближайшее будущее. Рогозин вошел в сущность Александра Рудского и заговорил его голосом о всем, что случится в октябре 93-го. Голосом Рудского, вот таким немножко затянутым, грубоватым, рассказывает, что он сидит в тюрьме. Я не мог это воспринять, поскольку это как-то не вписывалось ни в какую логику, чтобы мы сами расстреливали из танка в свой белый дом. Шокирующая информация была записана на магнитофонную пленку. Ее прослушал начальник охраны Ельцина Александр Коржаков. Если президент будет действовать так, а оппозиции вот так, то развитие событий пойдет по такому сценарию. Эта информация легла на стол руководителя ФСБ Барсукова. Он срочно передал ее президенту России. Ельцин страшно разозлился и назвал пророчество предом. Подписал, значит, отстранить от работы до особого распоряжения. И меня отправили под домашний арест домой. После того, как предсказание сбылось и Ельцин чудом удержался у власти, Георгий Рогозин был назначен первым заместителем руководителя службы охраны президента и стал правой рукой Александра Коржакова, а Борис Ратников его помощником. Правители, в общем-то, верхние этажи власти, это большая ответственность всегда, это страх совершить ошибку, это страх за собственное положение, наконец. Это всегда было, во все времена. И поэтому они прибегали, естественно, часто к каким-то вот таким методам. Георгий Рогозин родился на Дальнем Востоке, окончил высшую школу КГБ, ходил на гидрологических кораблях, был капитаном второго ранга. В 80-е активно занимался проблемами защиты государственной тайны и госсекретов, боровался с агентами иностранных спецслужб и быстро шел по карьерной лестнице. Он был любителем астрологии, вот этих вот всех паранормальных вещей. Рогозин активно изучал советских экстрасенсов и придумывал, как можно их использовать в государственных интересах. К примеру, напускать их на информаторов, чтобы те в измененном сознании поведали то, что скрывают. Писатель Григорий Климов запустил 90-е байку о том, что в КГБ существовал суперсекретный 13-й отдел и описал его эмблему так. Это была звезда вроде обычной советской, но не красная, а черная с золотым ободком. Внутри вместо серпа и молота скрещенные красные топорики, как у саперов или пожарников, а внизу, между лучами звезды, бронзовый щит с числом 13. И якобы этот отдел занимался связями с самим сатаной. И все политбюро и шагу не могло ступить без инструкций 13-го отдела. Фактически он управлял страной и влиял на правителей США и Европы. Самым таким интересным направлением – это вот как бы были технологии ввода человека-операторов в транс с определенной задачей, с определенной целью. И это, в отличие от 13-го отдела, абсолютная правда. Георгий Рогозин обладал сверхмощным гипнотическим даром и научился перемещать людей в пространстве и времени. Из обычной тетки он мог сделать английскую королеву и узнать, какие мысли в голове венценосной особы. Переместить сознание человека в другую зону, в другой регион мира, с тем, что он там что-то такое видел, проконтролировал, услышал. И попытаться понять его намерение, настроение и так далее. Считается, что астрологи и экстрасенсы получили постоянную прописку в Кремле при Леониде Брежневе. Якобы Леонид Экхича чрезвычайно волновал вопрос, сколько он проживет и кто умрет раньше, он или Мао Цзэдун. Узнав, что первым уйдет в мир иной китайский диктатор, Брежнев очень обрадовался. Именно при нем была создана группа из шести сенситивов, работа которых предполагала охранять вождя, охранять генсека от различных неблагоприятных воздействий. И эта группа постоянно твердила о том, что жизни Брежнева угрожает множество опасностей. И угроза номер один он сам. Брежнев страстно любил большую скорость. Однажды чуть не рухнул в пропасть, разогнавшись на горном серпантине. Творил форменное безобразие на столичных дорогах и все время отрывался от охраны. Закончилось вот это нормальное благодушное состояние в 1969 году, когда из двух пистолетов практически в упор младший лейтенант Советской Армии, Ильин, расстреливает машину ЗИЛ, в котором сидели космонавты. Он был в полной уверен, что в этой машине сидит Брежнев. Проезд кортежа из аэропорта к Кремлю с космонавтами и руководством страны телевидение транслировало в прямом эфире. Когда автомобили въезжали в Боровицкие ворота Кремля, трансляция прервалась. Молодой человек в форме милиционера открыл огонь по второму автомобилю кортежа, в котором, предположительно, находился Брежнев. Виктор Ильин не знал, что охрану о предстоящем покушении предупредили экстрасенсы. Было сделано 8 или 9 выстрелов, и, ну, к счастью, космонавты не пострадали. Ну, а генсек ехал другой дорогой. Известно, что Леонид Ильич однажды нанес визит в Анге. Он отправился в ее тайную резиденцию в Лешнице в 1974 году. Здоровье генсека было уже неважным. Поездка далась ему сложно. Он был в таком плохом состоянии, приехал на поезде, и когда слез на платформу железнодорожного вокзала, ему постелили красный ковер, и стояло все политбюро. Разговор с Вангой Брежневу не понравился. Она предсказала ему мрачный финал жизни, и все потом оказалось правдой. Брежнев в итоге стал безвольным существом, которое окружение пичкало убойными психотропными препаратами. Началась борьба за власть, и это была чрезвычайно грустная картина. Брежнев вышел оттуда красный, возбужденный, не сказал ничего и вернулся на машине в Софию. Ванге очень нравились встречи с представителями власти, и то, что она говорит не только о судьбе конкретного человека, а о судьбах мира. По вертушке она могла позвонить любому члену политбюро, министру. С болгарской пророчицей плотно контактировал КГБ Советского Союза, и она сдавала советским спецслужбам секретное расположение американского вооружения. К ней ездил сам Филипп Денисович Бабков, который 20 лет возглавлял 5-е управление КГБ СССР. Ванга за 20 лет до подписания эпохального документа в Беловежской пуще предсказала развал Советского Союза. Споры начинаются, ссоры, и люди расходятся. А потом очень точно определила время пребывания у власти Михаила Горбачева и того, кто его сметет. Ельцин знал о точных предсказаниях болгарской пророчицы, но никогда бы, как Брежнев к ней, не поехал. Это было совершенно для него невозможно. Сидеть наедине с какой-то болгарской бабкой и слушать ее указания. Человек он был авторитарный, не терпящий никакого на себя давления, никакой конкуренции во власти. По менталитету царь. То есть, как он сказал, так и должно быть. Но Ванга не раз говорила, что хочет передать Борису Ельцину важное сообщение. И упрямо приглашала его к себе. Последний раз это было в 96-м году. Но ехать в Болгарию президент России снова категорически отказался. И тогда предложено было, чтобы он передал через своего представителя, то есть Медведева, личную вещь. К примеру, часы. Потому как часы несут очень сильную, мощную энергетику и сведения о своем хозяине. И часы президент отказался дать. И сказал, ну, сами там разбирайтесь. Я это понял как благословение. Сергей Медведев считает, что если бы Борис Николаевич прислушался тогда к Ванге, то судьба его сложилась бы совсем по-другому. И прожил бы он гораздо больше. Она сказала Борис. Она называла его Борис. Борису будет трудно. Борис выиграет. И потом за этим последователем такое большое, жирное «но». Но никак она это не расшифровывала. А потом я уже понял, да, что многочисленные инфаркты, которые последовали буквально один за другим, они могли свалить президента в могилу. Она это видела. Ванга видела, что у Ельцина очень больное сердце. Хотя информация о здоровье президента России всегда очень тщательно скрывалась. «Привет Борису. Надо, чтобы меньше пил. Он пьет? Пьет. Надо меньше пить». Георгий Рогозин ввел новый порядок в службе охраны президента. Сотрудники отбирались по гороскопам, проходили психологическое тестирование. Состав каждой смены генерал Рогозин укомплектовывал лично. Об этом же очень мало кто знает, что их подбирали так. Никак они не хотели так, я хочу с этим, а Жора подбирали. Смотрины у Рогозина были большим испытанием для психики кандидата. Генерал мог просто молчать, а в это время у его собеседника дрожали ноги. Выступал пот на лбу и страшно билось сердце. Все говорят харизма, так сказать, понимаете, это непонятные слова, которые выражают те или иные проявления качеств человека. На самом деле за этим стоит совсем другое. Это человек с неординарными возможностями психики. Если кто-то попадал в ближнее окружение президента, будь то водитель, охранник, официант или шеф-повар, на него раз в неделю составлялось астрологическое досье на 50 страницах печатного текста. То же самое в 80-е годы происходило и в Белом доме, когда его хозяйкой была Нэнси Рейган. Жена Рональда Рейгана не позволяла ему и шага сделать без гороскопа. Нэнси говорила, в частности, в какие дни можно заниматься какими-то государственными делами, в какие дни необходимо их пропустить или оставить. Более того, ну, например, там, скажем, подписание каких-то важных законов или законопроектов Нэнси Рейган тоже сверяла со звездами. Рейганы спрашивали у астрологов советы по поводу войны с империей зла. Это они указали, к примеру, дату встречи на высшем уровне с Михаилом Горбачевым. В провидцателей Нэнси уверовала после покушения на мужа. Вот этот день 30 марта 1981 года имел определенного рода знаки или значения. Это был неблагоприятный день. Наш президент не знал, что его прислуга и охрана живет по гороскопам. Своих звездных предсказаний он никогда не читал. Никто бы и не рискнул подсунуть ему такое. Никогда по гороскопам не жил, никогда у него этих бумажек не было. Он бы меня послал куда подальше. Ельцин был больным человеком, и свои услуги ему не раз предлагала Джуна. Она нашла подход к Наине Иосифовне, завалила ее своими картинами. В 1991 году Джуна, которая считала себя генералиссимусом народной медицины, вручила президенту России орден ассирийской богине Бау и мальтийский крест рыцаря Командора. Но в ближний круг президента так и не попала. В ее способности не поверил Александр Коржаков. Джуна взялась полечить ему больные колени. Обнажу я коленки свои. Я там уже был 18 операций, по 9 на каждое колено. Попробуйте. Она мне водит, а мне палочки поднимаются. Причем лечение. Набиделся, да? Я не воспринял ее лечение. Джуна уже умерла, но легенды о ее работе на Кремль живее всех живых. Эксперты рассказывают, что она лечила не просто тело, душу президента. Народный целитель тогда Джуна была, как народный целитель. И полковник центра воинской части 10.003 Кудинов. Они вдвоем выводят душу Ельцина в космический астрал. И держат 8 часов эту душу в астрале. Вот это как бы политическое такое целительство, можно сказать, на уровне государственного стандарта. Джуна говорила, что давала Ельцину бесценные политические советы, что она была рядом с ним во время путча и гарантировала разгром заговорщиков. Предсказала ему победу на выборах 96-го года, точно назвав результаты задолго до того, как их объявили. Отговаривала от войны в Чечне, а потом посоветовала освободить свой трон для другого. Я ухожу под ставку. Ельцин наградил ее Орденом Дружбы Народов. Она действительно бывала в Кремле, но здоровьем первого президента России она не занималась. Поскольку мой отец руководитель консилиума по лечению Ельцина, я вам ответственно заявляю, что Джуна там не была даже рядом. Еще одна легенда гласит, что Джуна поставила на ноги еле живого прежнего. И это благодаря ее уникальному дару почти что живой труп смог промычать приветствие на открытии Олимпиады. Я объявляю Олимпийские игры открытыми. Брежнева она действительно лечила. Это факт. Брежнев бы ушел раньше из этого мира, если бы не Джуна. Это тоже 200%. Точной биографии ее никто не знает. То она утверждала, что в ее роду были астерийские цибители, то говорила, что принадлежит к роду Юриковичей, но на самом деле она была сиротой. Росла в нищете в кубанской деревне и голубой кровью тут не пахнет. Джуна – это уникальный человек. Она, знаете, как граф Калиостро. Она пишет, писала свою биографию сама и постоянно ее мистифицировала. Евгения Давидашвили жила в Тбилиси и работала в баре. Потом стала массажисткой. И люди замечали особое тепло, исходящее от ее сильных рук. Есть версия, что она стала совместным проектом Эдуарда Шеварнадзе и грузинского КГБ. Белый лис решил внедрить ее в Кремль, чтобы расширить свое влияние и собирать полезную информацию для дальнейшего карьерного роста. Ему нужен был такой человек, который бы смог благостно говорить о самом Шеварнадзе и иметь доступ, то, что называется, к личной жизни вот этих вот больших людей из Москвы. В 1980 году ее пригласил в Москву председатель Госплана могущественный Николай Байбаков. У него болела раком жена, и Джуна очень ей помогла. Уже после смерти Брежнева способности Джуны исследуют в специальной лаборатории. Будет установлено, что от ее рук исходит слабое инфракрасное излучение. Ей выдадут авторское свидетельство на способ лечения бесконтактным массажем. Так она станет первым в Советском Союзе официальным экстрасенсом. Я видел сам, когда начальник таможни того времени, главный таможенник России, не буду называть его фамилию, носил Джуну на руках, поднял на руки и закружил. Я сказала, Джуна, ты спасла моего сына, у которого было ранение в печени, а она остановила кровь. Она любила военную форму и говорила, что было очень полезно Министерству обороны. Рассказывала о том, как с ее помощью решались глобальные вопросы стратегической важности. Но это было неправдой. Пуринии Минобороны однозначно нет. Однозначно нет. Мы просто вот как бы, ну вот так, не глаз, что ли, наблюдали за ее способностями. Работу с Джуной и другими людьми с необычными способностями курировал лично Юрий Андропов, который 15 лет был шефом советского КГБ. На Лубянке при нем стали изучать все известные паранормальные явления. Андропов создал для этого специальный отдел. Также, например, при КГБ СССР был центр парапсихологии. Это были парапсихологи с военным уклоном, которые должны были охранять менталитет наших членов Политбюро и не допускать до первых лиц государства тайные мысли чужих парапсихологов и экстрасенсов. Каждого правителя в Советском Союзе мучили два очень болезненных вопроса. Как долго удастся сохранить абсолютную власть? И как продлить годы жизни? Пришедшие к власти большевики ставили на все подряд. Пересаживание ядичников обезьян, мочу беременных женщин, переливание крови молодых людей, скипидарные ванны, оккультизм, поиски рецептов бессмертия в Шамбале. Этим интересовался Ленин и особо Иосиф Сталин. В библиотеке обнаружено довольно много трудов оккультистов, видных и эзотериков того времени, и первой половины 20 века, и более раннего, с пометками на полях, то есть он это все читал. Сталин дал указание следить за всеми гражданами, которые выступали на публике, с различными шоу, демонстрирующими их необычные способности, чтецами мыслей и разными магами. Одним из самых известных советских экстрасенсов был Вольф Мессин. Он выступал с концертами по всему Советскому Союзу. Мы давали по 90, по 100 концертов в месяц. Вы понимаете, у нас было очень много концертов. Люди обожали его так называемые психологические опыты. Он мог найти в зале любой спрятанный предмет, прочитать письмо в нераскрытом конверте. Публика, видя подобное чудо, преисполнялась такой массовой верой. Впадала такой своеобразный массовый транс. Мессинг называл себя телепатом. Он умел читать чужие мысли и мог заставить человека сделать все, что он захочет. Кроме этого, иногда он выступал в роли пророка. Он предсказал, что Гитлер завоюет и Германию, и Австрию, в общем, все страны, которые блестящие Чехословакию, они будут завоеваны, и что он войной пойдет на Россию, и в России ждет бесславный конец Гитлеру. На одном из выступлений в 42-м году зрители спросили Мессинга, когда закончится война, и экстрасенс назвал дату 8 мая. После этого концерта он впервые столкнулся с суровыми мужчинами в штатском. Это были сотрудники НКВД. А потом он встретился с Лаврентием Берия, который заявил, что Мессинга ждет в Кремле самый главный человек в государстве. Он не рассказывал, что он приходил к Сталину, и он предсказал смерть Сталина. Сталин сам обладал очевидными гипнотическими способностями. Люди, которым доводилось с ним общаться, вспоминали, что когда он говорил своим тихим голосом, то как будто парализовывал волю тех, кто был рядом. Говорили, что одно время в Кремль была вхожа колдунья Наталья Львова, и она посоветовала вождю нигде не сообщать верную дату рождения, чтобы на него нельзя было составить астрологическую карту, избегать фотографирования, так как враги могли вонзить иголки в его глаза на фото. Для публикации был сделан специальный портрет вождя. Это общеизвестная фотография, где он изображен в полоборота, с прищуренными глазами и прикуривает трубку. Сталин решил устроить проверку Мессингу и лично убедиться в его уникальном даре. Он дал ему задание. Вождь велел телепату выйти на улицу без пропуска и снова вернуться в Кремль. И Мессинг легко проделал этот фокус. Одна из версий глазит, что он принял облик Берии. И поэтому ему отдавали честь сотрудники охраны Сталина, так как они, в общем-то, хорошо знали в лицо Берии. В следующий раз Сталин поставил задачу сложнее. Он попросил Мессинга зайти в банк и получить там безо всяких документов огромную сумму – 100 тысяч рублей. Мессинг выполнил и это. Он подошел к кассиру, посмотрел на нее, потом взял лист, спросил, как получить можно деньги. Она сказала, там, пойти взять бумагу заполнить. Он заполнил какую-то бумагу, пришел, дал ей. И она ему выдала деньги, принесла и поставила. На что Сталин со своей улыбкой сказал, а вы опасный человек, Вольф Мессинг. Мессинг спас от гибели сына вождя. Узнал, что Василий вместе с футбольной командой собирается лететь на очередной матч. И посоветовал Сталину приказать сыну ехать поездом. Из Берии решили, пусть погибнет вся команда, но зато проверим Мессинга. Команда действительно с ЦСКА погибла, а не поехал Василий Сталин, не полетел самолетом, а поехал поездом. В Екатеринбург было же, а самолет разбился, разбился. Казалось, что после спасения сына Сталин прислушается к Мессингу и по поводу собственной жизни. Здоровье его становилось все хуже, но Сталин никаких прогнозов и рекомендаций слушать не захотел. Сталин все-таки не считал своим долгом слушать предсказателей и прорицателей. Он верил, что люди сами творят историю, и он сам создавал историю. Но благодаря покровительству Кремля Мессинг стал очень богатым человеком. Во время войны на его деньги даже было построено два самолета. Состоялась передача Красной Армии самолета, купленного на личные средства профессора Вольфа Григорьевича Мессинга. Мессинга очень тяготили контакты с первыми лицами советского государства. Он чувствовал, что просто теряет от этого силы. И когда он приходил, его морщины такие глубокие становились, он был вымотан весь. Однажды он позвонил, и я выхожу, а он прям подъездом сидит, понимаете, на ступеньках. Я говорю, где вы были? Где-где в Кремле? И тут же осекся. Последняя его встреча со Сталином состоялась в 1953 году. Мессинг попросил вождя народов прекратить гонение на евреев, закончить борьбу с космополитизмом. Но Сталин снова не захотел его слушать и вскоре умер. Как и предсказывал Мессинг, в еврейский праздник Пурим. Хрущев обратился к Мессингу с просьбой сообщить на съезде партии, что якобы мертвый Ленин недоволен соседством со Сталиным. Мессинг отрезан. Я с миром мертвых не общаюсь. После этого его гастроли в крупных городах навсегда закончились. Мессинг пытался выйти на контакт с Хрущевым. И есть легенда, что он предотвратил начало Третьей мировой войны, когда мир держал в напряжении Карибский кризис. Он позвонил ему, сказал, Никита Сергеевич, вы можете предотвратить войну. Скажите, что вы уберете ракеты. Мессинг знал дату и час своей смерти. И предсказал, что в это время у его верной ассистентки во всем доме остановятся часы. Я побежала на кухню, часы стоят. Я закричала, вольфа нет, живы. Генерал-майор Георгий Рогозин был мессингом 90-х. Но контакты с Кремлем никогда не вызывали у него страданий. Он был заместителем Александра Коржакова и одним из самых важных людей в стране. Свои мощные экстрасенсорные способности Рогозин целиком поставил на службу государственных интересов. Он ложился, грузился в сам гипноз. А потом пальчиком или еще чем-то показывал, что он готов. Рогозин становился в этот момент так называемым контактером или слиппером. За столом располагался его коллега Борис Ратников и фиксировал все, что говорит Рогозин. И вот он лежит на кровати. Лежит на кровати. А его сознание находится где-нибудь за тысячу километров. И он находится там и начинает описывать то, что он видит. Осенью 92-го года готовился визит президента России Ельцина в Японию. И во время одного из своих сеансов Рогозин считал информацию о том, что Ельцина хотят там заставить отдать Курильские острова. Может быть создана такая ситуация, когда Ельцина, образно говоря, воздействие на него, заставят дать согласие на передачу этой гриды острова в Японию. Рогозин и Ратников снова заглянули в будущее. И стало ясно, отдавать Курилы японцам точно нельзя, несмотря на обещанные кредиты и большую тружбу. Потому что вот эту передачу островов спровоцировала американская агентура. Как только мы передадим острова Курильской гриды японцам, то тут же китайцы свои претензии предъявят России. Назревал крупный военный конфликт. Группа Рогозина довела информацию до руководителя Совета безопасности России Юрия Скокова. Тот отправился к президенту, настаивая на отмене визита. Но в ответ, помимо нелицеприятных слов, услышал от Ельцина. «Захочу – отдам, не захочу – не отдам». И тогда служба охраны Коржакова убедила президента, что японская сторона не может обеспечить его безопасность. И визит не состоялся. Курилы остались у России. Также потом человек, который дорого отвечает за безопасность Ельцина, я бы так сказал, может, главный полицай был Токио, покончил характери. В воспоминаниях Ельцина есть такое признание. «Ко мне явились агенты КГБ, предъявили свои удостоверения и стали рассказывать спокойно, обстоятельно, доверительно, что со мной может случиться через неделю. Никаких покушений с топором или пистолетом, никаких отравлений или подстроенных аварий. Мы живем в век научно-технической революции. Скажем, идете вы в толпе, как ни в чем не бывало, а на вас издалека направляют приборчик с особым импульсом. Сердце останавливается». Но помимо воздействия приборчиков западных спецслужб, Ельцину угрожали и классические способы убийства. Однажды группа Рогозина спасла его от покушения чеченских террористов. В то время Борис Николаевич был в Сочи и решил осмотреть там новую птицефабрику. Однако Рогозин получил сверху информацию о том, где и как на главу государства будет совершено нападение. «Вот оттуда должна выскочить машина. А поскольку у нас бронированная, то она должна быть полностью набита с взрывчаткой. А с другой стороны там контроль сидит. И чтобы они должны протаранить машину, а те должны этих смертников взорвать». Служба охраны уговорила президента куром не ездить. И еще не раз с помощью Рогозина упреждала различные угрозы, которых в то беспокойное время было много. «Борис Николаевича не вставили в известность о проводимых, так сказать, работах. Ну, у Бориса Николаевича был взрывной характер, вы знаете. Он мог вообще послать все. Поэтому основные работы проводились без ведома, естественно, руководства». Георгий Рогозин был учеником Владимира Сафонова, с которым познакомился в начале 70-х. Именно Сафонов показал ему, как можно влезать в чужое сознание и перемещаться в пространстве. После ранения на фронте Сафонов вдруг начал видеть вещей сны, ставить диагнозы и указывать, где искать пропавших людей. Его тестировали в институте мозга и были поражены. Это был экстрасенс чистой воды. Он был подключен, как теперь принято говорить, к общему информационному полю Земли. Однажды с Сафоновым провели эксперимент. Ему показывали фотографии разных людей, знаменитых и неизвестных. И он очень точно указывал время и причину их кончины. Георгий Ронкляйс, да, что это был такой великий поэт-романтик, он очень малоизвестный, вообще малоизвестный у нас был тогда. Он сказал, у него прострелена голова. Он себя выстрелил в голову. Реально, правда. 70-е годы называют одними из самых счастливых в жизни советских граждан. У руля был некровожадный лидер, более-менее наладился быт, и в это время происходит всплеск интереса к непознанному. Особенно играми с потусторонним миром увлекалась столичная интеллигенция. На квартире у Сафонова собирались интересные люди. Писатель Юлиан Семенов, космонавт Гречко, ученый Николай Дроздов, телеведущий Виктор Балашов. Экстрасенс называл это клубом анонимных шизофреников. Нас, наша карательная психиатрия, обязательно объявит шизофрениками. Поэтому мы анонимные шизофреники. Сафонова и правда не раз забирали, но совсем не в психушку. Врач присутствовал при этом для отвода глаз. Сафонова возили на Лубянку. Но что он там делал, осталось тайной. В глазах Запада Ельцин был человеком, победившим коммунистов. Но, с одной стороны, западная пресса превозносила демократические перемены, которые затеял первый президент России, а с другой, периодически писала о нем очень плохо. Они помнили о том, что именно по воле Ельцина был расстрелян парламент в 93-м году, который назывался тогда Верховным Советом. Они помнили и распространяли информацию о его репутации, о его выходках в пьяном виде. То есть у него была репутация такого, знаете, русского медведя-скандалиста. Соединенные Штаты Америки активно влияли на все глобальные процессы в России. Реформы, приватизацию, все государственное устройство. Но вот сам Ельцин часто казался Вашингтону малоуправляемым человеком. Бригада экстрасенсов Рогозина постоянно мониторила его состояние. Рогозин был уверен, что американцы пытаются оказывать воздействие на психику Ельцина. То есть они отслеживали, опять же, его там поведение, его психодинамику, ну, чтобы, так сказать, обнаружить, если какие-то враги используют какие-то технологии, дистанционного воздействия на психику и так далее. Заметили, что нередко Ельцин входит в свой кабинет как бы одним человеком, а выходит совсем другим и совершает ничем не объяснимые поступки. Стал себя неадекватно вести, с мостом на лед спускался, разбрасывал предметы различные. Был проведен осмотр его кабинета, в частности, за одним из стеллажей была обнаружена рамочная антенна, которая не должна вообще присутствовать в жилых помещениях. Размещение этой антенны, естественно, носило характер дистанционного воздействия на психику президента. Подозрение пало на американские спецслужбы, которые в 90-е чувствовали себя в России куда свободнее, чем сегодня. Действительно, могли установить какое-либо устройство там, где часто бывал Ельцин. Рогозин не раз встречался со своими заокеанскими коллегами и однажды услышал от них, что в ЦРУ есть люди, которые с помощью сверхспособностей могут отслеживать перемещение советских подводных лодок с ядерным оружием. Наш генерал ответил, что да, это все замечательно, но у нас существуют такие специалисты, которые умеют входить в мозг президента Америки или руководителей Америки и тем самым узнавать о планах. Бывший сотрудник спецслужб Юрий Малин утверждает, что во время выбора в 96-м году действовал четкий прескурант на экстрасенсорные услуги. Кандидаты на полном серьезе боялись сглаза и других темных сил, а также хотели их использовать для достижения успеха. Гарантия экстрасенсорной безопасности кандидата стоила 3000 долларов в месяц. За то, чтобы околдовать все население небольшого города и побудить проголосовать за свою кандидатуру, надо было выложить 2000 долларов. Самая дешевая экстрасенсорная услуга – помощь кандидатам во время появления на публике стоила 150 долларов в час. И во время предвыборной гонки Ельцин сделал то, чего никто от него не ожидал. Убрал свою тень Александра Коржакова. Во время инаугурации Бориса Николаевича охранял уже другой человек. Клянусь, верно служить народу. Как-то уволенный Коржаков приехал к кремлевскому Нострадамусу генералу Рогозину и сказал ему, что он точно будет следующим. Рогозин ответил, что увольнять его не за что. Работает честно, помог президенту удержаться на троне. Меня второй этаж поднял и говорит, Васильевич, посмотри. У него все вдоль Моцардовой крыши шкафы. Он открывал, и они были битком забиты красными папками. Это все документы по этим выборам. Рогозин считал, что он знает такие государственные секреты, что ему обеспечены пожизненный почет и уважение власти. Но его очень скоро тоже отправили в отставку. Свернули все. И в генштабе, и в комитете, и в Кремле. Потому что мы можем снимать информацию по образу и по фотографии. И власть придержащие, они просто боятся нас, что рыло в пуху, и можно и узнавать, и где счета, в каких банках, и как чего, и так далее. В 98-м году у Ельцина снова начались страшные боли в позвоночнике. Постоянно болело сердце. Но он вел привычный образ жизни. То после бани в прорубь бросится, то поедет на охоту, то устроит бурное застолье. Подставку я не уйду. Нагрузки у него были очень большие, я считаю. Я считаю, что изнасилован сердце прилично. Доктор медицинских наук Георгий Степанов к тому времени уже 20 лет практиковал нестандартные методы лечения. Он соорудил специальный биоэнергетический шлем и утверждает, что проводил с президентом целительские сеансы, после которых ему становилось лучше. Вот перед вами этот шлем. Значит, этот он состоит из основной пластины, базисной, так называемой, которая одевается на голову. Затем имеются такие вот пластинчатые электроды круговые, которые прикрепляются в такие специальные пазы в основную базисную пластину. От боли в грудине и постоянного нервного напряжения Ельцина мучила бессонница. Степанов рассказывает, что иногда в 5 утра за ним приезжала машина и отвозила в резиденцию президента. И он усыплял Бориса Николаевича с помощью гипноза. Ельцин лежит, глаза моргают, ему уже интересно, что я с ним буду делать. Уже интересно, вот, закройте глаза, кдш-команду. И когда уже он это понимает, потом вот так лежит, первый захрапел. Все, отрубился. Значит, он уже в моей власти. Степанов говорит, что добился очень хороших результатов. Однажды президент признался, сегодня ночью я впервые отлично спал за много лет. Но едва Борис Николаевич почувствовал себя лучше, чудо-шлем был заброшен в угол. Степанов был последним худесником, имевшим доступ к телу первого лица государства. Все это забыто, выброшено, слава к истории. Мы неоднократно пытались готовить такие комплексные программы в основании развития этих работ, докладывали на разных уровнях. Ну, сейчас никому это не интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok